Здравствуйте, господа! Поздравляю вас с успешным выступлением на очередном турнире памяти Юрия Соколова. Ваши впечатления? Ну, начнем давайте с легких весов. 60 килограмм. Макия. Я не делал второй раз. Я на турнире второй раз. И с каждым годом народ приходит все больше. С разных регионов приехали, да. Это интересно, как старт. Ну, вы получили максимальное удовлетворение от своей борьбы, от достигнутого результата? Да, да. Этот турнир последний среди мужчин, теперь он будет среди юношей проводиться. Жалко вам расставаться с турниром? Как? Ну, есть, так и есть немножко. А что вы можете пожелать будущим участникам, юношам, когда на следующий год они будут бороться на этом турнире? Чтобы больше ребят приезжало из разных регионов, чтобы интереснее было соревнования. Лечь, 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 лечь. Хорошо, спасибо. Для вас это первая золотая медаль на турнире Соколова? К счастью нет. Потому что это четвертая, наверное, золотая медаль. Так как я сам живу в Санкт-Петербурге, поэтому я принимаю участие в этом турнире каждый год. И года в год я бываю лидером, чемпионом этих соревнований. В прошлом году жил в втором месте. Каждый турнир для вас труден? Или все-таки... С каждым годом турнир становится все труднее? Конечно. И люди интереснее приезжают, на поле подготовленные. Поэтому с каждым годом он развивается. Здесь цены, призы хорошие очень. Поэтому люди приезжают. Неплохие люди, подготовленные. Естественно, он с каждым годом сложнее. Что вы можете пожелать на следующий год юным спортсменам, которые теперь будут принять участие в турнире памяти Юрия Соколова? Он будет перемерзкий, да? Да, по-юношам, да. По-юношам, да. Ну, хороший старт будет. Буду желать ему как-то честной победы. Хорошо побороться. Потому что мы будущие первенства России. В парте обычно бракуют. И не как старт перед Россией. Проверить себя. Бой очень плохой. Спасибо большое. Удачи. Удачи. Я вас хочу сфотографировать еще.